Через терминал можно картой, можно телефоном, можно QR-кодом. Вот есть приложение транспорт в Красноярске, о котором я говорил. Мэр Сергей Еремин рассказывает губернатору края об удобстве оплаты за проезд. Руководители города и региона сегодня прокатились на новом троллейбусе 6 маршрута, который автономным ходом может проехать до 20 километров. Такой электротранспорт появился в нашем городе весной. Здесь есть всё для удобства и безопасности. Мониторы с нужной информацией, системы кондиционирования и очищения воздуха, Wi-Fi и USB-порты для зарядки телефонов. Новые троллейбусы нравятся не только пассажирам, но и водителям. Они лёгкие в обслуживании. Я же как бы уже много их обкатала, этих машин. Ну вообще, идеально, всё хорошо, прямо здорово. Пассажир садится и едет до места бесперебойно. То есть какое-то ДТП, нет напряжения, штанги опустил, объехал. Всего в нашем городе ездят 45 троллейбусов с автономным ходом. Пассажиры оценивают не только внутреннее удобство, но и то, что благодаря закупке нового электротранспорта была расширена маршрутная сеть. Шестой маршрут связал правый и левый берег, а троллейбус номер 15 теперь ездит по самому длинному электромаршруту. От Русала до микрорайона Ветлужанка. В планах продлевать троллейбусную сеть и в других районах. Хотелось бы уйти на Пашины поглубже вот такими троллейбусами и уйти, допустим, думаем, а как бы уйти в Академгородок, тоже бы уйти на батарейках. Это тоже у нас проработки. Ну и плюс надо понимать, что у нас есть и старые троллейбусы, вот они ходят 80-го года, их тоже надо обновлять. Почему? Потому что если мы их обновлять не будем, придут такие же дизеля. Обновление общественного транспорта на современные экологичные модели является приоритетным. За последние три года были заменены 500 автобусов. По городу ездят современные троллейбусы и трамваи. В будущем должно появиться метро. Все это, по мнению губернатора края Александра Уса, влияет на улучшение экологии в столице региона. Такого количества дымящих дизелей, которые были там 5 и более лет назад, слава богу, на улицах Красноярска уже нет. Поэтому движение в этом направлении для нас стратегическое решение, и мы от него не отступим. Основой общественного транспорта в городе Красноярске должен стать электро-транспорт с увеличением скорости. Экологически чистые троллейбусы могут заменить и старые автобусы на нескольких городских маршрутах. В планах краевых и городских властей покупка еще 50 троллейбусов, а также 25 трамваев. На это выделено 2 миллиарда рублей в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Евгений Шиповский, Андрей Ткачук, Новости Прима.